Приветствую, дорогие зрители, на канале Видео Людмила Цыганкова. Продолжаем наши разговоры. Показываю свою следующую работу, которую тоже буду высылать на конкурс до одной из галерий Варшавы. Икона, написанная на доске, Матка Боска, Матерь Божья, Смоленская, с Иисусом Христом. Икона написана на доске, как я говорила, грубостью один сантиметр масляными красками. В ним, в Иисуса Христа и в Матери Божией, позолоченные платки золота. Матерь Божья, с Иисусом Христосом на руках. Я стараюсь обличием, лицам своих Матерь Божьей придать такую благодность, понимание, что она отдает своего ребенка, своего сыну для блага всех людей, живущих на земле. Матерь Божья, Смоленская, Богородица, Иисус Христос. Штука по-польскому. Искусство жизни. В чем же оно заключается? В чем оно заключается? Как говорится, в чем дело? Для чего мы живем? Как так, чтобы это было, на правду, искусство жизни, а не просто тяжелая, неинтересная, серая жизнь? Как я уже говорила, конечно, нужно начать творить и найти один из видов творения. Когда творит, то человек становится более счастливый, более удовлетворенный от жизни. У него развивается правое полушарие, и тогда он более живший. То есть душа его оживает, и он острее чувствует жизнь, интереснее, и ему интереснее жить на этом свете. Искусство жизни. Можно ли научиться? Можно. Некоторым это дано, как говорится, с рождением. И человек мудрый с детства. Он не трепает свою душу, спокойно живет, спокойно реализуется, развивается в этом мире. Но, к сожалению, большинство людей не знают. Не знают, зачем они здесь. Не знают, что для них главное. Как себя среализовать. И они нечутся. Ищут. А еще, в худшем случае, вообще не ищут. Только мучаются. Мучиваются и транжирят. Транжирят время, время жизни, которое для нас есть бесценное. Жизнь так быстро бежит, летит, что человек не успеет оглянуться, как уже зрелость. Будем говорить старость. Зрелость. Хорошо, что человек к этому времени прошел эту школу жизни, понял более-менее, конечно, на 100% сомневаюсь, а более-менее, в чем здесь вопрос, что он должен в этой жизни понять, среализовать. И тогда у него старость такая погодная, старость, которую он принимает с должностью. Он тогда начинает больше радоваться жизни, потому что имеет больше времени свободного, больше радоваться своими близкими, родными. Ну и, конечно, начинает творить. Даже если он не творил, то начинает творить так, как я. А если творил, то еще больше, интересней, потому что он уже зрелая, зрелая, с опытом, набытым за всю жизнь личность. И он может с удовольствием, с результатом хорошим поделиться этим опытом с обществом. Желаю вам всего-всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok